Почему власти игнорируют наличие российского паспорта у жены прокурора Киева Олега Кипера? В течение года по Украине прокатилась волна скандалов, связанных с наличием российского гражданства у должностных лиц или их ближайших родственников. Многие из этих фактов остаются без внимания власти. В частности, правоохранительные органы до сих пор не заинтересовались главным прокурором Киева Олегом Кипером. 2 февраля 2023 года журналисты Схем сообщили, что у его жены Ирины Кипера до сих пор есть действующий российский паспорт и индивидуальный номер налогоплательщика РФ. Позже выяснилось, что Ирина Кипер почти два с половиной года сотрудничала с российской организацией «Вестник Евразии», связываемой с ФСБ и РФ. Жена прокурора входит в закрытую базу данных РФ, для доступа к которой требуется специальный допуск. Это может свидетельствовать о том, что Кипер является залегендованным лицом в России. До назначения главным прокурором Киева Олег Кипер работал внештатным советником Андрея Ермака. Занимал высокие должности в Генеральной прокуратуре времен Януковича Пшонки. Кипер попал под люстрацию, но впоследствии смог восстановиться в должности через суд и получил 800 тысяч ГРН компенсации. Ранее российский паспорт был найден у заместителя председателя Верховного суда Украины, председателя Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова. Служба безопасности Украины установила, что Львов впервые получил паспорт РФ в 1999 году, а в 2012 году продолжил его действие. Его жена тоже имеет русское гражданство. Уволить судью удалось со второй попытки. Сейчас он пытается восстановиться в должности. В июле 2022 года ДБР сообщила, что паспорт гражданина России есть у заместителя председателя Харьковского областного совета Богдана Рисованного. Получил его в оккупированном Севастополе в 2014 году. В сентябре того же года Рисованного удалось отстранить от должности. Недавно стало известно о российском паспорте главы Киевской областной ассоциации футбола Андрея Засухи. В отличие от названных должностных лиц, никакой реакции на российские связи прокурора Олега Кипера до сих пор нет. Это может быть связано с покровительством лично Андрея Ермака.